приветствую вас друзья мои с вами антонина и это второй прогноз на июнь месяц для знаков зодиака львы начну с того что июнь месяц советую использовать более максимально потому что в июле начнутся затмения и в июле планета меркурий контактов и общение будет ретроградным в июле у нас вообще много планет будет ретроградных а июль все таки будет более продуктивным месяцем и гармоничным месяцем потому что начало июня вообще до 10 числа там почти пять планет будут в своих домах находиться и это благоприятно отразится на каждый знак зодиака поэтому дорогие мои львы а максимально используйте июнь месяц несмотря на то что солнце будет для вас в одиннадцатом доме гороскопа то есть будете тянуться к друзьям больше больше общаться с друзьями а меркурий будет в двенадцатом доме двенадцатый дом все таки дом у нас ограничений а вот у некоторых львов могут появиться романы на стороне а для семейных львов я советую как отправиться вместе в семейные путешествия все-таки месяц лет у нас уже месяц отпусков начинается и совместный отдых на море не важно где вы даже на даче совместно если вы отпуск проведете она объединяет и все-таки перри как нас перенастраивает на более романтический лад а если вы отправляетесь на море то море конечно у нас там вся энергетика просто витает в облаках любви у всех а мы когда едем на море мы сразу попадаем такую атмосферу такой энергетика там где царит атмосфера любви радостную у всех позитиве и вы представляете вот сейчас такие загруженные все такие озабоченные нашими делами за весь год попадаете в зону в пространство там где царит любовь и у всех настроение хорошее конечно мы какую прану на себя накидываем конечно ту атмосферу и энергетику волшебную такую и у нас настроение тоже меняется от того что мы в это пространство попадаем пространство красоты и хорошего настроения и любви там у нас не просто так же все мы головой окунаемся как курортные романы да но конечно я не всем советую окунаться кону курортный роман потому что это у нас тестостерона зашкаливает а потом когда мы приезжаем на все это смотрим с другой точки зрения правильно вот поэтому давайте посмотрим что посоветует карты таро у меня все как вы уже успели заметить позитивные расклады и советы конечно у меня всегда только позитивные негатива его и так хватает скажем вот поэтому всех хочу перенастроить как надо чтобы слушая мои советы вы перенастроили себя на другую позитивную волну это я говорю для тех критиков которые мне пишут как бы что у меня только позитивный расклад но нравится вам негативе сидеть ради бога сидите а я перенастраиваю вас именно чтобы вы оторвались от негатива и перенастроились на позитив вот и и это я делаю на трассе понимаете мы сидим на трассе я пишу гороскоп на июне месяц в направлении ростова в беседке вот выбрал такое местечко и мы посмотрим сейчас что же посоветует первая карта а первая карта говорит четверка пентакли а дорогие мои львы это говорит о том что сейчас уже займитесь накоплением финансов уже думаете как распределить уже просчитайте заранее куда вы едете сколько на жилье сколько на дорогу но мне об этом не нужно говорить вы и так а сами знаете просто заранее распределите финансовый поток на то что вы хотите на что хотите потратить в июне если на отдых значит распределяйте правильно но тем не менее денег то у вас вроде уже достаточно и еще там дополнительные доходы придут и это еще и ваш любимый человек который уже приготовил деньги скажем для отдыха или на то что хотите приобрести на покупку в общем на исполнении ваших целей желаний здесь совместно будет обсуждение то куда хотите вы распределить ваши финансовые потоки вторая карта скажет о том что восьмерка мечей это как раз а говорит о том что здесь вы пока а желание цели и много эти мечи это слова обсуждения с вашим но здесь он немножечко жадничать он горит у меня например туда-сюда надо потратить деньги здесь немножко вы будете а согласовывать а куда потратить деньги может быть он вам что-то говорит может быть действительно здесь мечи закрытые а вы немножечко неясно себе представляете куда сколько потратить нужно денег и здесь как раз это следующая карта 9 десятка мечей говорит о том что чтобы не было конфликта то есть это как подсказка для львов чтобы вы хорошенько все взвесили куда нужно потратить деньги то есть заранее смету составьте потому что здесь ваш партнер говорит о том что ведь он более практично смотрит на на ваши предложения и а вам хочется например бог он говорит третий трехзвездочный отель а вы говорите пятизвездочный отель и он говорит зачем туда то есть вот такое вот у вас выяснить будет обсуждение скажем или например я хочу такой автомобиль а он скажет может вот такой автомобиль будем приобретать или покупка жилья нужно то есть ну то есть вариантов много до бесконечности можно перечислять то есть вот такое обсуждение у вас будет именно как бы в плане распределения финансов в июне но так или иначе придете какому-то компромиссу и ваше желание как но все-таки карта говорит вот здесь вот она видите вы не совсем ясно представляете то че о чем требуется например своего партнера если в плане заработка вы здесь ждете деньги какие-то должны прийти то работодатель говорит подождите немножечко то есть вы ну может быть тоже завышаете так и сегодня я одну карту вытаскиваю из другой колоды и запрашиваю а купидончика что он скажет моим любимым львам этот купидон в плане отношений взаимоотношений мы сейчас посмотрим карта отшельника вышла то есть но вы эта карта говорит там если все таки купидон он говорит семейным парам вы правильным путем идете вот эта карта свет то что вот он идет то есть правильном движении в правильном направлении совместном то есть 7 для одиноких и львов это говорит путешествие все-таки которые вы хотите отправиться наверняка здесь новый путь что-то у вас новые в вашей жизни открывается может быть даже какая-то появится новая на романтической встречи а хоть я и говорю курортные романы но для львов это может быть оказаться серьезными отношениями потому что эта карта и она как из старших арканов и это серьезная карта это новый путь и то что может быть даже вы ждали оно исполнится вот поэтому в отличие от других знаков вам нужно присмотреться к вашим новым знакомствам потому что это может перейти в серьезные отношения а я вам всем желаю чудесного месяца июня и до новых встреч и до новых видео всем пока пока пока